Девушки подхватывают оперативники У дочери совершил убийство матери Кому мстит Аксайский призрак? Здесь он ее изнасиловал и убил Как примерный семьянин стал кровавым убийцей? Душил детей А потом приходил домой и нячет своего ребенка Шокирующее видео и откровения серийных преступников Жестокость, я не знаю, это же нравится Лихие 90-е с Анастасией Мельниковой прямо сейчас на НТВ Таганрог, Сальск, Каменск Если внимательно посмотреть на карту Ростовской области И соединить эти города одной непрерывной линией Они образуют правильный треугольник В его центре город Шахты Родина Андрея Чикатило Внутри этого зловещего треугольника Всего за 7 лет от рук серийных убийц Погибло более 100 человек Весна 1990 года Еще не пойман Чикатило Вся Ростовская область живет в страхе Новая трагическая весть приходит из Тихого Таганрога Здесь убита, а затем изнасилована Студентка Анна Линенбергер Преступник оставляет на жертве лишь черные колготки Аня Линенбергер возвращается после дискотеки Останавливает такси Машина тормозит здесь, на перекрестке Она расплачивается с водителем Выходит из автомобиля Отсюда она идет пешком Ее дом находится в самом конце переулка Аня не дошла до него всего несколько шагов Сыщики понимают В Ростовской области появляется еще один серийный убийца Почему именно в Ростовской области И именно в 90-х годах Фиксируется такое огромное количество убийц и насильников? Виной ли тому память о страшных преступлениях Андрея Чикатило? Или все дело в экономических и социальных проблемах того времени? Есть ли связь с тем, что именно в 90-е Ростов становится одним из лидеров по количеству аномальных явлений? А может здесь просто умеют раскрывать подобные дела И не бояться говорить об этом вслух Психиатр Александр Бухановский Единственный человек, который работал со всеми серийными преступниками в Ростовской области Начиная с Чикатило 15 октября 1992 года Суд признал Андрея Чикатило виновным в убийстве 53-х человек Сам преступник утверждал, что на его счету 56 жертв У большинства убитых он отрезал или откусывал части тела А в обычной жизни Чикатило был прекрасным семьянином Ответственным работником Членом коммунистической партии Его всегда ставили в пример Так что же превратило примерного коммуниста Андрея Чикатило в чудовище? С детства он слышал рассказы матери о том Как во время страшного голода 30-х Одно сельчане съели его старшего брата Степана Но по окрестностям упорно ходили слухи Что малыша съели его собственные родители Вполне возможно, именно по его вине На картах появляется ростовский треугольник Это Андрей Селезнев Прозвище Электрик Три года он держал в страхе всю Ростовскую область Под видом работника коммунальных служб он проникал в квартиры, где грабил и насиловал девочек Следователи на допросах были шокированы его цинизмом Впервые он согласился рассказать все перед камерой Жалко вам петчанок Ну не скажу, что там были такие девчонки Кто? Девушки Ну девушки Которые даже оказывали сопротивление Со 2 по 13 июля 90-го года в Кремле проходит исторический 28-й съезд КПСС Он запоминается одним единственным выступлением Я заявляю о своем выходе из КПСС Съезд транслируется в прямом эфире Пока камеры показывают, как Ельцин покидает зал заседаний Страна делится на два противоположных лагеря По мнению многих, этот момент стал кульминацией в противостоянии двух лидеров Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Противостоянии, которое закончится крахом Советского Союза А в это время Таганрог вновь содрогается от ужаса В недостроенной бане находят тело 17-летней Ирины Релякиной И вновь девушка погибает после вечеринки на дискотеке Всю ночь Ира Релякина танцует с друзьями на дискотеке Под утро она ссорится со своим молодым человеком Разворачивается и уходит из клуба Одна, слеза Ира не замечает, что кто-то пошел вслед за ней Наталья Гуленко в те годы работала в особом отделе ГУВД Все сотрудники этого отдела были строго засекречены Только теперь, спустя почти 20 лет, она может открыто рассказывать о тех событиях Она помнит, на этот раз к черным колготкам добавляется еще одна деталь Пачка сигарет в рот была забита Причем на уровне не рта, а именно рта Прямо само горло было вбито Появляется версия, что преступник может быть наркоманом В 90-е во всей стране их число резко... ...в начале 90-х хит-продаж Сеточку кружевные со швом сзади Именно в таких модницы ходят на дискотеки После серии нападений в Таганроге эта деталь туалета очень быстро выходит из моды Как ни странно, главными покупателями колготок станут молодые люди Изделия галантереи приобретают в основном наркоманы для производства зелья А любовь именно к черному цвету объясняется просто На таких колготках незаметны следы от полуфабриката Только по официальным данным за 90-е годы число наркоманов в Ростовской области увеличивается в 10 раз На иглу садятся более 17 тысяч человек Неофициальными столицами наркомании становятся Таганрог и Каменск-Шахтинский Если в портовом Таганроге торгуют в основном коноплей То в Каменск через прозрачную границу с Украиной тоннами завозят мак И именно эти города становятся вершинами зловещего ростовского треугольника В 1993 году в Каменске бесследно пропадают маленькие дети Сначала 12-летний Женя Чурилов и его 7-летняя сестра Олеся Затем 11-летняя Марина Алексеева В последний раз ее видят вот здесь Всего в сотни метров от собственного дома возле местного ЗАГСа У нас накануне пропал котенок А в 2 часа дня она вышла за котенком И все, и пропала Из 20-ти где-то 3 я вышла И ее никого нету 26 октября 1991 года президент России Борис Ельцин Собирает заседание Государственного Совета Главная тема – предстоящая реформа разваливающейся экономики страны Докладчик, молодой ученый Егор Гайдар У нас не было реального рыночного опыта Мы не знали, как все это работает в реальной жизни Начавшиеся в январе 92-го года реформы пошли совсем не так, как рассчитывали реформаторы во главе с Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом Инфляция растет 3000% в год Предприятия не могут расплатиться друг с другом По всей стране закрываются заводы и фабрики Миллионы людей остаются без работы Там был Хасбулатов, там был Русской Все, кто потом рассказывал, как все, что сделано Сделано совершенно неправильно Было гробовое молчание Никто не выражал К концу десятилетия в Ростовской области, одном из главных угольных бассейнов страны, работают меньше четверти шахт На улицу выброшены почти 100 тысяч шахтеров Каждое утро горняки одевают спецодежду, обязательно проверяют, чтобы все работало и спускаются в шахту За 10 лет в Ростовской области закрылось 49 шахт, но горняки не уезжают Многим просто некуда Они все равно спускаются вниз, без всякой техники безопасности За день поднимают около 50 килограммов угля Его можно продать рублей за 30 В 90-х в таких шахтах погибают несколько десятков человек Разруха везде, даже в милиции Зарплата участкового, например, всего 50 долларов И та приходит с задержкой в несколько месяцев И доходило иной раз до абсурда, что были вынуждены просить людей, которые не арестованы, продолжают работать И скорее всего у них было бы условное наказание Мы просили, ну помогите, купите сколько можете бумаги, сколько можете ручек А страну захлестнула волна преступности Жертвой бандитских перестрелок может стать любой Прямо среди бела дня Двойное заказное убийство произошло сегодня в доме номер 5 на Кутузовском проспекте От выстрелов в голову бизнесмен скончался на месте Вообще, за минувшую неделю в Москве совершено рекордное количество убийств Бандиты теперь становятся настоящими хозяевами жизни Андрей Селезнев сам сын милиционера Он видел, как его отец из уважаемого человека превратился в почти нищего Тогда же Андрей впервые идет на преступление Он сначала становится вором, а потом и насильником Меня посадили за квартирной кражей, за серию 40 квартирных краж По городу Астрахань Там меня отбили в голову напрочь вообще В Каменске пропадают еще три девочки И снова никаких зацепок Лишь в последнем случае один из местных жителей вспоминает Накануне незнакомый молодой человек зачем-то попросил одолжить лопату Оперативники прочесывают все окрестности и обнаруживают свежую могилу А в ней пропавшую Наташу Кирбабину Девочка была изнасилована и задушена Сыщики проверяют всех местных жителей, состоящих на учете в милиции Но безрезультатно Неожиданно начальник местного уголовного розыска Руслан Амаев Вспоминает о деле почти десятилетней давности В полпятого утра я просыпался, потому что я вспоминаю, что он у нас в шестом классе Будучи учеником шестого класса, значит, затащил в подвал девочку, перевоклассницу и пытался там разратные действия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 90-х годах людьми овладевает страсть ко всему непознанному По мнению уфологов, Ростовская область одна из лидеров по числу аномальных явлений Диографическое положение Ростовской области предрасполагает у людей, живущих на этой территории Раскрытие внутреннего потенциала и как бы приоткрывает немножко двери в тонкий мир Дело в том, что при общении с тонким миром человек меняется В ряде случаев его изменения, его психики глобальны и неотвратимы Одно из самых таинственных мест Ростовской области – Аксайские пещеры Главная их загадка – призрак женщины в белом Говорят, она бродит по подземельям старой крепости, построенной на месте древних катакомб Аксайская крепость – лабиринт ходов, казематов, тоннелей Именно здесь, в самом центре крепости, таинственный призрак появляется чаще всего Каждый, кто его видел, описывает одну и ту же картину Женщины в белых одеждах выходят из этого каземата, пересекая центральный коридор и скрываются затем углом По легенде, это дух фаворитки Александра Первого Которая была замурована заживо вместе с рожденным от монарха ребенком В 90-х годах 20-го века в этих катакомбах снова погибает женщина Схватил девчонку, притащил сюда Затащил ее в эти пещеры сюда Здесь он ее изнасиловал и убил Каждый вечер на улице Таганрога выходят вот такие девушки в черных колготках За каждой внимательно следят Это сотрудницы особого отдела ГУВД Настоящие секретные агенты Черные колготки должны спровоцировать преступника Оперативники понимают, риск велик как никогда Все зависит от того, клюнет ли убийца на эту наживку 1 мая 93-го года В Москве массовые выступления коммунистической оппозиции Которые перерастают в настоящую драку с милицией Все те, кто еще полтора года назад молчаливо соглашался с предстоящими реформами Теперь используют неудачи правительства в своих политических интересах Объединенная оппозиция имеет полное право потребовать чрезвычайного съезда Насить и отправить в отставку правительства С подачи лидеров коммунистической партии и профсоюзов По стране прокатывается волна забастовок Шахтеры, учителя, энергетики, связисты И даже врачи скорой помощи отказываются выезжать на вызовы больных То, что не хватает денег, это результат, который влечет за собой все остальное Коммунистам выгодна нестабильность И только так, на волне протеста Они могут стабильно получать голоса на выборах И сохранять за собой кресло в Государственной Думе В 90-х появился новый вид преступлений Стали воровать цветные металлы В пункты приема несли сначала детали аппаратуры Затем памятники вождям мирового пролетариата Но чаще всего алюминиевые провода Моток такого провода, натянутый между двумя столбами Весит более 20 килограммов За него можно было выручить почти 400 тысяч нединаминированных рублей Где-то 100 долларов Милиция регулярно устраивала засады на любителей легкой наживы 1 мая 1995 года Здесь, на окраине города Сальска Оперативники поджидают охотников за алюминием Группа притаилась у железной дороги В это время мать и дочь Анна и Мария Фалько Возвращаются домой вдоль путей Внезапно кто-то нападает на них сзади И вонзает нож в спину девушке Мать пытается защитить ее Начинается драка Милиционеры слышат истошный крик Они спешат на помощь Мать из последних сил отбивается от преступника Аня теряет сознание Девушку подхватывают оперативники Сейчас группа преследует убийцу И тогда преступник снова достает нож Он разворачивается, потому что не я С ножом Выход один, только прыгать Он сейчас скользкий, живот ударит Я подпрыгиваю, бью его в грудь ногой И перепрыгиваю через канал А он падает в канал Начинает вылазить Снова еще один удар ногой ему в лицо Начинает тянуть Я же его вытащил Положил на землю И руки за спину Задержанного зовут Владимир Муханкин Первые же его признания повергают следователей в шок Оказывается, еще утром он убил женщину Расчленил ее тело И спрятал в лесополосе Почти все жертвы Муханкина женщины Так он мстит за обиды, причиненные ему матерью Она просто над ним издевалась В угол его ставила Там он из дома убегал На деревьях он жил Потом на кладбище там ночевал Суд приговаривает Владимира Муханкина К исключительной мере наказания Андрей Селезнев по кличке Электрик Успел совершить 43 изнасилования маленьких девочек Во время нашего интервью Он почему-то вспомнил, что у него самого могут быть дети Понимаете, у меня будет семья У меня будут дети И мне будут показывать, что папа пошел Одновременно с Электриком В Ростове-на-Дону появляется еще один серийный преступник Неизвестный садится со школьницами в лифт Угрожая ножом, грабит и насилует их Следователи дают ему кличку Лифтер У нас была область парализованных Тут 95-96 года Потому что Лифтер с одной стороны, Электрик с другой Вот эти преступления в отношении малолетних детей Они вызывали у всех тревогу Все дети наши боялись уже выходить на улицы На этом портрете Алина Зиньковская Фотография сделана за три дня до гибели девочки Спасаясь от насильника Она спрыгнула с балкона 17-го этажа После падения Девочка жива еще несколько часов Преступник спускается вниз И даже помогает переложить ее В машину скорой помощи Все это время Алина в сознании Но от ужаса не может произнести ни слова Задерживают Лифтера при совершении очередного преступления Во время следственных экспериментов Александра Сидоренко Именно так зовут насильника Усиленно охраняют Большинство горожан хотят лично расправиться с ним Поиски серийного убийцы в Таганроге заканчиваются неожиданно Поздним вечером к сотрудникам патрульной службы На окраине города подбегает перепуганная женщина Она уверяет Несколько минут назад Ей удалось вырваться из рук насильника Он поскочил к ней Зажал ей рот И пытался голову ей придушить шею Но она женщина-спортив Все занималась спортом, гимнастикой Она провисла И выскочила из рук Милиционеры по горячим следам Задерживают нападавшего Его зовут Юрий Цуман Юра, вот ты мне скажи А почему ты все вот на всех убийствах Туфли ставишь в сторону Он голову опустил Ничего не сказал Ну пользу у него Ту-ду-ду-ду-ду-ду Юрий Цуман рассказал Что испытывал наслаждение Когда душил жертву Впервые он почувствовал это После случая Который произошел с ним В юности на пляже Ну я стал заигрывать С девушкой своей Знакомой Она мне начала там Ну шутя вроде А мне Что-то что мне давило Схватил ее И стал душить Кому шутя И когда она вот Получил такой у него Хрип у нее Придушил Он почувствовал оргазм Я говорю Объясни почему ты колготки рвал А он говорит А вот Такое чувство Когда вот рвется Вся ткань Я говорю А почему черные Ну вот меня Больше оргазм возбуждался Когда они были в черных колготах Я не говорил Что я начал раскаиваться Я сказал Что я многое понял Именно так оно и есть Специалисты знают История каждого преступника Из ростовского треугольника Уникальна Но детские обиды И переживания Характерны для всех Серийных убийц И насильников Много лет они копятся Внутри каждого из них Ожидая выхода Они все так Как будто бы Они нейтральны вообще У них нет никаких желаний Ничего Хотя в глубине у них Бушуют мир Таких необычных фантазий Там все сексуальные Увлечения Желания Это трудно себе представить По данным Александра Бухановского В 90-е В ростовском треугольнике Орудовали 37 серийных убийц И насильников Так что же стало причиной Такой вспышки жестокости Эксперты приходят к выводу В те годы Совпали сразу несколько факторов Мрачная слава Андрея Чикатило Резкий рост наркомании Тотальное увлечение Мистикой Обнищание простых людей И правоохранительных органов А главное Социальные и экономические потрясения Все это коренным образом Повлияло на психику Многих людей Но для некоторых Неуравновешенных Склонных к жестокости И насилию Все эти потрясения Послужили мощным катализатором Превратившим их В убийц и насильников Эпидемия серийных убийств В Ростовской области Закончилась так же неожиданно Как и началась Прошло 10 лет Уголовные дела Изучают в институтах милиции И психиатрических клиниках По ним пишут Кандидатские докторские диссертации Зловещая слава Ростовского треугольника Уходит в прошлое И это Еще одна страница В истории Лихих 90-х Редактор субтитров А.Семкин